Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Сегодня у нас 10-й, заключительный урок раздела 9 «Je fais les courses». Сегодня мы займемся развитием монологической речи. Описание картинки. Decrir une image. Как описать картинку. Внимательно посмотрите на картинку. LIEU, MESTE, OU SE PASTE L'ACTION. QUOI, QUEST QU'IL Y A, CHTO, CHTO здесь имеется. QUI, QUI VOI TU, QUTO, QUO TU VEDIES. ACTION, DÊYSTVIA, QUE FONTIL, CHTO ONI DELAUT. OPINION, MESTE L'EMANGE. Мнение твое. Нравится тебе эта картинка? Итак, план описания картинки следующий. Сначала мы говорим, где происходит действие, то есть место. Затем мы говорим, что мы видим на картинке, что есть на картинке, что. Следующее. Мы говорим, кого мы видим на картинке. Кто? Кого ты видишь на картинке? И когда мы указали персонажей нашей истории, мы говорим, что они делают, действия их. И заканчиваем описание картинки нашим мнением. Нравится она нам или нет? Можно сказать, почему. Итак, приступим к описанию картинки по плану. LIEU, OU SE PASTE L'ACTION? Место, где происходит действие. C'est le magasin de jouets. C'est le magasin de jouets. Это магазин игрушек. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Что? Что имеется? Il y a des poupées, des balles, des cubes, des urs. Здесь много игрушек, верно? Мы сказали, имеются куклы, мячики, кубики, медведи. Ки vois-tu? Кого ты видишь? Je vois un vendeur, une vendeuse et des enfants. Правильно, я вижу. Продавца, продавщицу. И детей. Акция. Что? Что они делают? Les enfants sont contents. Ils choisissent des jouets. Дети у нас довольны, улыбаются. Они выбирают игрушки. Opinion. Мнение твое. Aimes-tu les magas? Нравится тебе картинка? J'aime acheter les jouets. C'est amusant. Я люблю покупать игрушки. Это весело. А теперь? Следи за планом. Послушай. Описание картинки полностью. Разбирьем каждый пункт. Плана в отдельности. Lieu. Место. Где происходит действие. Мы можем использовать следующие выражения. Самые простые выражения. C'est un, c'est une. Например. C'est un magasin de joie. C'est une boulangerie. Это магазин игрушек. Это булочная. Можно сказать и посложнее, но поинтереснее. Сюр лимаѣ јѣ 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 јѣ. На картинке я вижу. Сюр лимаѣ јѣ 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 јѣ. Ле магасин јѣ 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 јѣ. И можно совсем на пятёрку сказать длинное предложение. «Л'action se passe dans...» Действие происходит в... «Л'action se passe dans la boulangerie». «Л'action se passe dans le magasin de jouets». «Л'action se passe au parc», par exemple. Например, действие происходит в парке. Ну, рассмотрим несколько примеров. «Sur l'image, je vois la boulangerie». «C'est une boulangerie». Это два варианта. «La картинка, я вижу, булочная» — это булочная. «Л'action se passe dans la boulangerie». Ну, здесь есть три, по крайней мере, варианта. «Sur l'image, je vois...» «C'est une...» «Et l'action se passe dans...» Это место, первый пункт плана. Следующий пункт плана. «Qua...» «Что?» «Что мы видим на картинке?» Мы используем в данном случае оборот речи «c» и множественное число данного оборота «c'su», если мы видим предметы во множественном числе. Также мы можем использовать выражение «Sur l'image, je vois...» «На картинке я вижу...» Тогда уже называть предметы. «Sur l'image, il y a...» Это очень важное слово «il y a...» «Имеется...» «На картинке имеется...» И дальше мы можем перечислять многие предметы. «Sur l'image, je vois...» «Le pain et les croissants...» «На картинке я вижу...» «Хлеб и croissants...» «Или...» «Мы можем сказать...» «Ce sont...» «Le pain et les croissants...» «Мы видим здесь...» «И хлеб, и croissants...» «Множественное число...» «Мы говорим...» «Ce sont...» «И еще один вариант...» «Il y a le pain et les croissants...» «Имеется...» «Хлеб и croissants...» «Вот какие у нас могут быть обороты речи для того, чтобы рассказать, что мы видим на картинке». Теперь следующий пункт плана «Ки...» «Кто...» «Мы здесь используем почти те же самые обороты речи, что и в предыдущем пункте». «Ce...» «Ce sont...» «Sur l'image, je vois...» «Sur l'image, il y a...» «Разберем несколько примеров...» «Sur l'image, je vois...» «Une fille et un garçon...» «На картинке я вижу мальчика и девочку...» «Можем сказать немножко по-другому...» «Ce sont...» «Une fille et un garçon...» «Это мальчик и девочка...» «Il y a une fille et un garçon...» «Имеется мальчик и девочка...» «Имальчик и девочек...» «Следующий пункт плана...» «Action...» «Действия» «Наше действие будет описывать действия персонажей, поэтому здесь полное предложение. Подлежащее... «Иль...» «Эль...» «Иль...» «Эль...» «Он...» «Она...» «Они...» И далее следует глагол. Глагол обязательно мы спрягаем, чтобы получилось грамотное предложение. И за глаголом следует существительное, которое является дополнением по смыслу глагола. Иначе нам будет непонятно, о чем наше предложение. Рассмотрим некоторые примеры. Или regarde les vitrines. Они разглядывают витрины. Вот вы видите подлежащее. Или regarde глагол с нужным окончанием. И существительное, которое дополняет смысл нашего глагола. Или regarde les vitrines. Они смотрят витрины. Они разглядывают витрины. Или choisissent des croissants. Они выбирают croissants. Опять же, они подлежащее. Шуазис, сказуемое, ENT, окончание для множественного числа. Des croissants. Ils choisissent des croissants. И еще одно предложение. Ils achètent deux croissants au chocolat. Они покупают два croissants с шоколадом. И вы видите здесь подлежащее, сказуемое и дополнение в каждой фразе. Это очень важно. Следующий пункт плана. Опиньон. Мнение. Мы можем выражать мнение позитивное. То есть положительно относимся к процессу. Картинки. J'aime. Я люблю. Мне нравится. J'aime beaucoup. Я очень люблю. И мы можем отрицательно относиться к тому, что изображено на картинке. Je n'aime pas. Мне не нравится. Je déteste. Я не люблю. Какие у нас могут быть фразы? Je n'aime les croissants. Я люблю croissants. Je n'aime pas faire les courses. Я не люблю ходить за покупками. Je n'aime beaucoup aller au supermarché. Я очень люблю ходить в супермаркет. Вот мы подробно с вами разобрали пункты плана по описанию картинки. Попробуем писать картинку. Итак. Lie où se passe l'action? Ну, вы здесь видите комнату. Игровую комнату. Скорее всего, в детском саду. Так. C'est une grande chambre. Да, совершенно верно. Поместились все дети с игрушками. И мебель поместилась. C'est une grande chambre. Большая комната. Дальше. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Что имеется на картинке? Что? Предметы. Il y a une table. Sur la table, il y a une balance. Выбираем самые важные предметы. У нас есть стол. Имеется стол. На столе стоят весы. Да? По нашей теме это важный элемент. Qui? Qui vois-tu? Кого ты видишь? Je vois des enfants. И здесь же можно сказать. Ils sont content. Они довольны. Дополнить наше описание. Je vois des enfants. Ils sont content. Action. Que font-ils? Что они делают? Два ребёнка играют. Что они у нас покупатели. А двое у нас продавцы. Да? Мальчик привёз. Овощи. Девочка взвешивает яблоки. Что они делают? Ils jouent au magasin. Они играют в магазин. Ils vendent des fruits et des légumes. Они продают фрукты и овощи. Но можно было бы сказать, что они покупают фрукты и овощи тоже. Но вот у нас два действующих лица важных. Они продают у нас фрукты и овощи. Так. И последнее. Opinion. Нравится ли тебе картинка? J'aime jouer au magasin. C'est amusant. Мне нравится играть в магазин. Это весело. Прослушайте полностью. Что же у нас получилось с описанием нашей картинки? C'est une grande chambre. Il y a une table. Sur la table, il y a une balance. Je vois des enfants. Ils sont contents. Ils jouent au magasin. Ils vendent des fruits et des légumes. J'aime jouer au magasin. C'est amusant. Посмотрите, какое у нас получилось. Прекрасное описание картинки. Попишем еще одну картинку. L'yeux. Où se passe l'action? Ну, что мы видим на этой картинке? Это, по всей видимости, супермаркет. Sur l'image, c'est le supermarché. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Что мы видим на этой картинке? Какие предметы? Какие вещи? C'est la caisse. Это касса. Qui? Qui vois-tu? Кого ты видишь на этой картинке? Je vois la caissière, une acheteuse et son fils. Я вижу кассиршу, покупательницу и ее сына. Action. Que font-ils? Действия. Что они делают? Maman met les achats sur la table. Maman выкладывает покупки на стол. Opinion. Aimes-tu l'image? Нравится ли тебе картинка? J'aime beaucoup faire les courses au supermarché. Мне очень нравится делать покупки в супермаркете. Прослушай описание картинки еще раз. Я буду делать паузы после каждой фразы, чтобы ты мог повторить это предложение. Субтитры сделал DimaTorzok Sur l'image, c'est le supermarché. Субтитры сделал DimaTorzok J'aime beaucoup faire les courses au supermarché. Молодец! Сегодня мы описывали картинку. Описывать картинку следует по плану. Еще раз повторим все пункты плана. Lieu. Meste. Où se passe l'action? Где происходит действие? Quoi. Что? Qu'est-ce qu'il y a? Что имеется на картинке? Qui. Кто? Qui voit-tu? Кого ты видишь? Персонажи нашей истории. Action. Que font-ils? Действие. Что они делают? Описываем их действие полным предложением. Opinion. Мнение. Am tu l'image? Мнение. Нравится ли тебе картинка? Нравится ли тебе то, что там изображено? Таким образом мы научимся описывать картинку. А теперь перейдем к домашнему заданию. Ваше домашнее задание. Это упражнение номер 23 на странице 78 в учебнике. Это описание картинки. Прежде чем перейти к подготовке, описание картинки, повторите план описания картинки. Затем выберите картинку, которая вам больше всего нравится. По плану составьте предложения на французском языке. Запишите их в ваш словарь. Затем прочитайте описание картинки не менее трех раз, чтобы запомнить это монологическое высказывание. Наш урок окончен. Желаю вам успеха в изучении французского языка. До следующего занятия.